Азербайджан и есть Армения, и есть Нагорный Карабах. И вокруг этого вопроса уже идет война, давно. Сейчас неактивная, но тем не менее. Азербайджан грозится, что уничтожит не только, не только заберет Нагорный Карабах, но вообще говорит, что вся Армения – это на самом деле азербайджанская территория. Что никакой Армении быть не должно. Об этом у нас не очень пишут и не очень говорят по телевидению. А почему? Ну, потому что Азербайджан-то нефть, очень богатая страна. А что Армения? Ну, камни. Ничего особенного там нет. Значит, любое государство в лице своего руководителя должно принимать решение. Когда возникает конфликт, на чьей мы стороне? Мы на стороне тех, кому это нам выгодно? Или мы на стороне справедливости? А вообще в политике бывает справедливость? Поэтому ваш вопрос-то на самом деле он затрагивает гораздо более широкий пласт. Вот я хочу, чтобы руководитель моей страны, чтобы я мог им гордиться. И что я мог бы сказать, он не шкурный. Он не выбирает только то, что выгодно. Он выбирает то, что морально, то, что правильно. С моей точки зрения, разумеется. Вот это вот меня волнует, а не то, что происходит в Армении. Понимаете, да? Ну, так как вы не это меня спрашивали, я не буду отвечать на это. А на самом деле, ну, не знаю, там... Я думаю, что вы разберете. Слушайте, очень талантливый народ. Невероятно трудолюбивый. Потому что там ничего не растет. Там же камни. Это не Грузия, где ты втыкал, воткнул там палку, и апельсины пошли. Там же по-другому все. Там горы, там тяжело, очень тяжело. Но создали это замечательную совершенно страну. Там прекрасные художники, поэты. Я много бывал в Армении. И в Грузии, кстати, обожаю Грузию. Я абсолютно уверен, что с Арменией все будет в порядке. Если что, пойду защищать.